Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня будет видео о прочитанных книгах. Меня спрашивали, как много книг я читаю. На самом деле, не так уж и много. И сегодня не так много, как мне бы хотелось. Но, как я уже говорила, из-за, ну, скажем так, работы и различных своих хобби, получается, что чтение книг как раз-таки у меня всегда страдает. Вот, но мне на это помогают аудиокниги. И аудиокниги я всё-таки отделяю как бы отдельно от прочитанных книг, потому что всё-таки, хотя по версии, кстати, приложения, в котором я читаю книги в электронном виде и прослушиваю в формате аудио, он считает, что аудиокниги – это прочитано ушами. Мне нравится эта формулировка, но я всё-таки считаю, что аудио – это немножечко другое. Почему? Потому что, как вам сказать, одну и ту же фразу каждый из нас может произнести по-разному. Соответственно, это немножечко видение того человека, который чтится, скажем так, да, тот, кто читает вам эту книгу. Ну, в общем, из бумажного варианта у меня прочитано вот столько книг. И ещё одна, которая у меня сейчас находится у моей сестрички, она у меня взяла её почитать, но о ней вам тоже расскажу. Ну, и давайте всё по порядку. Во-первых, я сразу хочу сказать про приложения, в котором я читаю книги. Это не реклама, но могла бы быть ваша реклама. На минуточку. Да? Я читаю в BookMate приложение Яндекса. Почему? Потому что, в общем, меня там муж подключал, у него Яндекс Плюс, он меня подключил, и, короче, я плачу 200 рублей в месяц за это приложение, и замечательно себе читаю и слушаю аудиокниги. Ну, давайте начнём у прочитанных. Значит, это январь, февраль и март. Значит, что хочу сказать. Каким-то образом, я не знаю почему, но когда-то в приложении, в котором я читаю в формате электронном виде, да, книги, я нашла, точнее, вроде бы как в рекомендованных, короче, неважно, я прочитала книгу Владимира Набокова «Камера обскура». Вообще, я когда-то давно читала, смотрела экранизацию знаменитейшего романа «Лолита», и почему-то решила, что я не хочу. Я не хочу больше знакомиться с этим автором, потому что тему, которую он поднимает, она, ну, ну, мягко говоря, так себе, да. То есть тема, когда взрослый 40-летний мужчина, да, или сколько ему там лет, и маленькая там 13-летняя, 12-летняя девочка, ну, такое себе, да. Так вот, «Камера обскура» — это, в принципе, то же самое, ну, как, почти, да. Только там женатый мужчина, тоже, по-моему, 40-летний, и девочке 15 лет. На самом деле, небольшая книга, но когда я её прочитала, я поняла, что я хочу познакомиться с Набоковым, то есть прочитать другие его романы, и, конечно же, я прочитала знаменитейший роман «Лолита». Что я вам могу сказать на эту тему? Набокова нужно обязательно читать, не смотреть. Есть различные театральные постановки по этому роману «Лолита», да, есть фильмы и так далее, но его нужно читать, и тогда вы поймёте этого автора. И то, как пишет автор, это круто, конечно. Я полюбила Набокова после прочтения этих двух книг, и хочу познакомиться с другими его произведениями. Я считаю, что он гениальный автор, но, конечно, тему, которую он поднимает, это, ну, такое себе, да. И вообще, насколько можно быть гениальным человеком, чтобы спустя столько лет всё ещё ходили споры по поводу этого и не только этого романа, что стоит ли вообще такое публиковать и так далее, и так далее. В общем, супер. Я не читала, вот мне 38 годиков, и только сейчас я познакомилась с Набоковым. И очень рада, на самом деле, возможно, именно в таком возрасте нужно с ним знакомиться, потому что когда тебе 20, ты думаешь, ну, блин, что за чушь написано, да. Не чушь, ни в коем случае. А сейчас ты понимаешь, ну, всю суть, да. Короче, Набоков классный. Мне очень понравилось. Камера Обскура и Лолита. Издание, кстати, вот это вот, оно, это оригинальный перевод автора. То есть сам Набоков, он перевёл на русский язык самостоятельно свой роман, да. И, соответственно, здесь вот это издание, оно и с пометками автора, и именно вот в оригинале, именно то, как написал сам Набоков. В общем, супер. Я в восторге. Ну и дальше. Я вот прям по порядку, то, как я всё это читала, чтобы вы понимали вообще мои эмоции от тех или иных. Я тут как раз в приложении буду подсматривать. Чтобы вы понимали все эмоции, которые я испытывала при прочтении определённых книг. В общем, после Набокова, Лолиты, я решила, что мне нужно что-то такое, ну, скажем так, более, более доброе, я бы так это назвала. И я решила прочитать Фрэнсис Бернетт «Таинственный сад». Это тоже считается классика. И я думаю, что многие читали. Я вообще читала комментарии к этой книге, и многие называют её детским произведением. И я так не считаю. Я как раз-таки наоборот считаю, что эта книга для взрослых, которые, ну, тратили веру во что-то, в чудо, в хорошее, в чего-то такое позитивное, возможно, детское. И вот как раз-таки стоит прочитать её, потому что у меня остались только положительные эмоции. То есть после Набокова, после вот этого тяжёлого, тяжёлого, я всё-таки считаю, сюжета о взаимоотношении взрослого мужчины и маленькой девочки, да, и потом прочитать «Таинственный сад», вот прям зашло. Вот прям зашло под настроение, под всё, прям супер. Дальше. Это я именно читала, да, «Таинственный сад» прочитала в электронном виде. Дальше. Я ещё на январских праздниках мне данное приложение присылала рассылку топ-30 самых читаемых книг в этом приложении. И я себе отложила одну книгу, которую я почему-то думала, что по ней сняли то ли фильм, то ли сериал, то ли что-то такое. На самом деле не нашла ничего, ни фильма, ни сериала. Не знаю. Возможно, я ошиблась. И эта книга называется «Кто читал, напишите». Андрей Подшибякин «Последний день лета». Кто-нибудь читал эту книгу? Скажите мне. Действие этой книги разворачивается в Ростове. И это 90-е. В принципе, это классический роман про 90-е. Но когда я читала описание этой книги, какие-то комментарии к этой книге, прежде чем её начать читать, я увидела там некое упоминание. Я не помню, кто, правда, упоминал об этом. То ли сам автор, то ли кто-то написал. В общем, этого автора сравнивают со Стивеном Кингом. И я думала, я прочитаю сейчас просто что-то, нечто. После Набокова, после «Таинственного сада». Я почему-то подумала, что это будет просто огонь. На самом деле, у меня неоднозначное отношение к этой книге. Во-первых, хочу сказать, что любители Стивена Кинга не читайте эту книгу. Я читала книги Стивена Кинга, но не так много. Хочу дальше знакомиться с его произведениями. Но, в общем, подумала, что это будет что-то просто супернечто. И что хочу сказать. Стивен Кинг, он просто потому, что в его книге параллельно в отдельных главах до практически конца самой книги описывается некая тёмная сущность, которая называется «Оно». Всё. Стивен Кинг, да? То есть, ладно. Мало того, что все диалоги героев и даже их мысли с матом. Это первое. Во-вторых, то есть классическое произведение про девяностые. Что там может быть? Вот просто классическое понимание девяностых. На самом деле, я не очень люблю, когда именно так описывают девяностые, потому что я считаю, что не все люди... Я 85-го года рождения, поэтому я помню девяностые. Возможно, начало девяностых не так, как другие люди. Но в любом случае, я считаю, что не все люди потеряли человечность, какие-то свои хорошие качества и так далее. Ну, в общем. И вот это вот оно, оно появляется в этой книге. Небольшой спойлер, но без него никак. Для того, чтобы мы задумались о высоком, о том, о взаимоотношениях людей, о том, о добре и зле, и о том, зачем мы на земле. Ну, вот такое. И у меня просто такой, я не знаю, то есть девяностые, подростки, мат и задумайся о высоком. Вот для меня эти две вещи просто несопоставимы. И я, короче... Но сюжет очень интересный. Напишите, если кто читал эту книгу, обязательно напишите мне. И я на этом не остановилась. Я подумала, ну, что ж такое за автор такой? То есть я ее прочитала. Была в неком недоумении. Но решила прочитать еще книги этого автора, тоже в электронном виде. Нашла в этом приложении тоже Андрея Подшибякина. Маленький рассказ. Такой он как бы новогодний рассказ. Проводы. Было очень интересно, но ничего не понятно. Тоже мистика, тоже не пойми чего, тоже, видимо, девяностые. Ну, в общем, да. Опять я на этом не остановилась. Я нашла еще одну книгу. Называется она «Игражур». Великий русский... Великий русский роман про игры. Вот прямо, знаете, вот... Стивен Кинг, этот писатель. Великий русский роман. Ну, прямо ты думаешь, ну, прямо вообще. Какой-то разрыв, непонятно чего будет, когда ты будешь читать. Так вот «Игражур». Я когда читала... Да, интересно. То есть сюжет интересный. Но я когда читала, я подумала... Я думала все время... Боже, это вообще о чем? Это вообще куда? Это вот... Все, что можно было переборщить в данной истории, вот все просто... Все утрировано настолько, что это кошмар. «Игражур» — это книга о... Помните, в 90-е были... Начало 2000-х еще, по-моему, компьютерные клубы, да, где приходили, там платили денежку, сидели, играли в различные игры. И вот это... Об этом история. «Игражур» не советую никому читать. Последний день лета. Возможно. Возможно, стоит прочитать. Но я, короче, больше не хочу читать книги этого автора. Как-то вот мне две и плюс рассказ хватило. Понять, что... Главное красиво о себе говорить. В общем, я решила почитать что-нибудь другое. И на самом деле тема фэнтези я всегда открещивалась. Я очень люблю детективы. Но как-то гуляя по магазину буквоед, я купила эту книгу. Я не знаю, чем она меня зацепила. Но, вы знаете, такое бывает. Ты смотришь на книгу, понимаешь, что ты хочешь ее прочитать. Вот так же у меня было с книгой Ольга Птицева «Там, где цветет полынь». По этой книге, по мотивам этой книги сняли сериал, насколько я помню. Вот ее я дала прочитать своей сестре. И эту книгу я прочитала за два дня. На самом деле она достаточно толстая. И это просто потрясающая история. Я не буду рассказывать. Ну, вот, наверное, описание этой книги, которую можно также прочитать на сайте или еще где-то. Несчастный случай навсегда лишает Ульяну семьи, дома и друзей. Теперь она скитается по коммуналкам в Подмосковье, проводит вечера в вагонах электричка, страдает от одиночества. У нее нет будущего, зато есть страшный дар. Она умеет видеть чужую смерть во взгляде любого, кто встретится ей на пути. Проклятие это или болезнь? Ответа нет. Есть только запах горькой полыни и видения, которые лишают ее рассудка, чтобы избавиться от них. Ульяна готова на многое даже ввязаться в опасное грунное оживание. Потрясающая книга, девочки, и я рекомендую прочитать ее всем. Вот это вот описание, когда я читала, да, эту книгу, вот это описание запаха полыни, ну, короче, это просто, это просто нечто. Я была так впечатлена этой книге, достаточно толстая книга, я бросила все, что я только читала эту книгу. Просто вот не могла оторваться. Настолько она мне была интересна. Супер! В общем, рекомендую ее всем и, соответственно, я хочу также почитать книги этого автора. Но хотелок у меня очень много, поэтому, когда я доберусь до нее, я пока не знаю. Больше ни одной книги я данного автора не прочитала. Дальше. Книги, которые также я прочитала, я вам показывала, по-моему, в покупках. Это Сара Джио из Лондона с любовью. Я вообще читала книги данного автора, читала в электронном виде, какие, честно говоря, не помню уже. Но на самом деле мне нравится этот автор. У него, у нее, точнее, да, такие романы, которые, знаете, о доброй любви, несмотря на какие-то, как сказать, выпадающие на долю героев, какие-то события и так далее, несмотря на все, ты, когда закрываешь эту книгу, ты понимаешь, что добро и любовь существуют. Это вот про Сара Джио. Конкретно данная книга из Лондона с любовью, она мне напомнила один детектив, и я как-то давно, давно его читала, где главный герой также ищет записки в библиотеке и по этим запискам раскрывает дело. Ну, как-то так. Не помню, что это было за детектив, пыталась его найти в интернете, не нашла. Но когда читала, вот именно сам сюжет, он был для меня очень знаком, то есть я поняла, что я где-то уже такое читала, хотя именно из Лондона с любовью от Сары Джио я до этого не читала. И поэтому, может быть, не так сильно было интересно, но это что-то такое нежное, доброе, с любовью, на самом деле. И, конечно же, сама книга, она очень классная. Во-первых, здесь есть вот такой вот, что это, открытка, очень, кстати, классная, которая написана из Лондона с любовью, и плюс сама книжка, очень классное оформление, смотрите. это, это, кстати, дом, о котором идет речь в данной книге. Ну, если кто будет читать, обязательно узнайте. Рекомендую, если вы любите подобное, да и вообще, когда вы читаете, что-то иногда хочется такое легкое прочитать, что-то интересное, вот, Сара Джио, прям рекомендую. Следующая книжка тоже, о которой я хочу рассказать и которую я очень сильно ждала. Я, эта книга вышла в 2024 году, ну, по крайней мере, у нас в России, да, я очень ее ждала, я прям была подписана, что когда она будет в наличии, я быстренько-быстренько сделала заказ на буквоеде, знаете, я там покупаю в основном книги, я думала, что будет вау, потому что описание этой книги, я вам сейчас прочитаю тоже. Маргарет Оуэн, «Мелкие воровки». Я, когда ее получила, я практически сразу же начала ее читать. Итак, описание этой книги. Ваня Шмидт знает, что в жизни ничего не делается даром. С тех пор, как мать отказалась от нее и отдала на воспитание богиням смерть и удачу, прошло много лет. Ваня выросла и стала профессиональной воровкой. При помощи волшебного ожерелья она притворилась принцессой, чтобы незаметно красть драгоценности у богачей. Но за свою алчность ей пришлось поплатиться. Богиня леса наложила на Ваню страшное проклятие. Теперь у нее есть всего две недели на то, чтобы добыть кучу денег, выплатить долг и ускользнуть от сыщика, идущего за ней по пятам. И все это нужно успеть, пока она медленно не превратилась в драгоценный камень. Вау! ты думаешь, блин, это вот просто не книга, а мечта. Я, когда начала ее читать, я так разочаровалась, возможно, потому что у меня были просто огромнейшие ожидания к этой книге, и я так хотела, я думала, что это просто будет какой-то разрыв, честно. Но нет. Читала я ее, естественно, долго, но все-таки дочитала до конца, так как я ее так долго ждала, что мне казалось, что он, так вот она выглядит, что я буду просто в дичайшем восторге. Вот. Значит, здесь, когда вы открываете, ну, во-первых, очень красивое оформление, да, этой книжечки. Супер. Что я хотела? Вот, что я хотела найти. Примечание автора здесь есть. Я его зачитаю. Не просто так я его зачитаю. Это история о многом, о прекрасном, о мерзком, о мучительном, и истинном. Здесь есть рассуждение о равнодушии, жестокости к детям, о том, как выживать среди людей, всегда готовых оскорбить или ударить, о душевной травме, оставшейся после попытки. У многих из нас на сердце есть подобные раны. И в этой книге я попыталась заговорить о них прямо, но так, чтобы не повредить с таким же трудом наложенные швы. И все же я уверена о своих шрамах вы так знаете. Здесь также есть пометка о том, что на момент приобретения прав на публикацию книги вышел федеральный закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди взрослых, вступивших в силу тратата, и с разрешения правообладателя мы публикуем версию романа, где скрыты строки, которые могут быть истолкованы как нарушение законодательства, надеемся на понимание читателей. Сейчас я вам покажу этот момент, но что я хочу сказать. Вот, например, где? Вот, видите, просто убраны строки. Что я хочу сказать? То есть здесь подняты, как вы понимаете, две темы. Это насилие и любовь нетрадиционная. И на самом деле вот создалось впечатление, прочитав ту книгу, что у автора уже был готовый сюжет, и ему просто пришли и сказали, ты знаешь, ну, чтобы книга была актуальной, надо добавить сюда две темы. И она добавила. То есть убрать эти две темы вообще из этой книги и ничего не изменится. Растянутый сюжет. Да, происходят какие-то события, какие-то моменты. Иногда ты вообще не понимаешь, к чему это. К чему она пошла, главная героиня, пошла туда. И к чему это? Ей там кто-то предлагает какую-то помощь, она отказывается и так далее. И ты смотришь на это и думаешь, ну, ну, туповато немножко главная героиня. Но давайте будем откровенным. И вот из-за этого всего я разочарована. Честно. Я думала, будет просто вау. Ну, я люблю про ведьм, люблю про всякие травы там и все остальное. Я думала, что это будет наподобие там, где цветет полынь, только более сказочный. Но нет, немножко растянута, немножко непонятные какие-то несвязанные между собой события, диалоги, которые ты вычеркни, да, и понимаешь, что, ну, как бы, ну, то есть поднимается якобы тема насилия, да, какая-то, которая как-то вот здесь вот, о которой как-то проговаривается. На самом деле непонятно вообще к чему это, ну, в общем. Я не знаю, что сказать. 18+, здесь исключительно из-за того, что цензура и, видимо, тема насилия. Все. Больше ничего не хочу сказать. Ну, и последняя книга, прочитанная в бумажном варианте. Да. Я большой люблю книги про ведьм, травы. Ну, видимо, что-то, да, откликается во мне. И здесь про драконов. Ну, это можно догадаться уже по обложке. Вау. Я даже не хочу, я хочу, чтобы вы ее прочитали сами. И сцена 18+, и любовь, и разочарование, и драконы, и я хочу продолжение. Я вот просто, вот выйдет книга вторая, она должна вроде как, вообще она должна была, по-моему, в марте выйти, насколько я помню. Но что-то я ее не вижу пока что. Я прям в первых рядах побегу за ней, потому что это очень интересно. Как-то я видела отзывы, не сказала, что за книга. Ребекка Ярос, четвертое крыло. У меня вот в таком она срезе есть еще в виде чешуек, но красота. На самом деле я не очень люблю вот эти суперобложки. Не знаю, почему, мне кажется, что и без суперобложки круто выглядит, скажите. В общем, супер. Где-то я читала, что отзывы на эту книгу, что типа это подростковый роман, я бы так не сказала. но мне тоже очень понравилось. И девочка одна мне тоже написала, что тоже купила себе эту книгу, прочитала за неделю. Да, за неделю вроде бы. Я прочитала, читала дольше, во-первых, потому что здесь она такая немаленькая, во-вторых, я ее вот недавно совсем закончила, буквально вчера, просто потому, что как раз таки в марте, вот начало апреля, да, у меня не было силы, возможности много читать, поэтому она у меня достаточно долго шла. Очень интересно. Иногда я даже специально не читала, не открывала ее перед сном, потому что я знала, что я не смогу оторваться, а с утра надо рано вставать. Поэтому я не буду говорить про что. Честно, вот рекомендую всем в любом возрасте. Супер, вау, мне понравилось. Вот такое количество книг было мною именно прочитано. И пару слов про аудиокниги. На самом деле аудиокниг я слушаю очень много, я слушаю их постоянно, но я хочу рассказать про несколько книг, которые я рекомендую либо к прочтению, либо к прослушиванию, да, которые мне действительно очень-очень понравились. Так, сейчас, значит, книга Эмили Гунис «Девушка из письма». Вы знаете, это очень тяжелая книга, но она действительно очень интересная. Тема, которая здесь поднимается, это монастырские приюты для детей. Это тема, когда незамужняя женщина беременела, и ее родственники отправляла в монастырь, где она рожала, потом какое-то время работала и уходила оттуда. Естественно, ребенка ей не отдавали. Ребенка отдавали в приемные семьи, это в лучшем случае. И вот эта вся жестокость, которая творилась в этих монастырях, вот как раз в этой книге интересно написана, тяжелая тема, возможно, не для всех, но имейте ввиду, что очень интересно, в общем, одним словом, я прослушала ее в формате аудио. Также я упоминала о том, что я слушала из таких популярных книг, да, Шелби Махерин «Змей и Голубка». И продолжение ее «Кровь и Мед» и «Боги и Чудовище». Что могу сказать? Первая книга «Змей и Голубка» очень интересная, реально, очень интересная. Мне прям вот зашла первая книга, и когда я начала прослушивать остальные книги, я думала, что там же будет то же самое, очень интересно. Но в других книгах, во-первых, затянутый сюжет, вот, в остальных, да, которые «Кровь и Мед» и «Боги» и «Чудовище». Очень затянутый сюжет, эмоциональные качели главной героини, то она любит, то она не любит, то она в общем дослушала с трудом и не советую. Но первую книгу «Змей и Голубка» я очень советую, потому что она действительно очень интересная. И книги, которые мне вообще в формате аудио, тоже я слушала их, которые просто под огромнейшим впечатлением. Я, кстати, хотела их прочитать в печатном виде, но как-то все тоже ходило вокруг да около. Часто она мне попадалась на стендах в буквоиде. Книга достаточно популярная. Лия Арден «Мара и морок». Это потрясающе. Это просто потрясающие книги. У нее продолжение Мары и морок «Особенная тень» и третья книга Мары и морок 500 лет назад. Вау! На самом деле 500 лет назад как раз-таки нужно слушать третьей книгой, но она мне немножко разочаровала, третья книга, потому что я думала, что как раз раскроется тема откуда взялись Мары, откуда взялись мороки. Она чуть-чуть, чуть-чуть совсем поднимается эта тема, но не полностью раскрывается, то есть мы ждем продолжения и я жду продолжения. Это просто блин, это и любовь, и 18+, и ведьмы, Мары, мороки, это вообще даже само название, даже сама обложка книги, вот она просто описывает все происходящее. Безумно интересно, советую, либо к прочтению, либо к прослушиванию, просто вау, девочки. Вот, ну, из аудиокниг это, наверное, и все. Я еще слушала там некоторые детективы и так далее, ну, в общем, такие самые, наверное, запоминающиеся за этот период. Ну, про детективы, наверное, нет, потому что я в каких-то своих влогах с уборкой не только, тоже показывая, что я слушаю на данный момент, вообще книги я слушаю, то есть я одну книгу могу прослушать реально за два дня, а то и за день, то есть с утра включить и как бы ходить. Но сейчас в связи с работой я чуть поменьше, то есть книгу за три дня где-то я прослушиваю в формате аудио, но читаю не так много, как мне бы хотелось. вот мое прочитанное за три месяца. Ну, и буду снимать такие видео, покупки книг тоже буду вам показывать. Сейчас, так как я вчера только закончила, но я очень хочу, не знаю, показывала вам или нет, что я все-таки докупила вторую книгу, сейчас я буду начинать серию вот этих вот книг. Граф Аверин, Виктора Дашкевича, ИТУ, ну, то есть вторую книгу я тоже купила, это первая, колдун Российской империи, императорский див. В общем, вот эта первая книга, это вторая. Начну с первой и вот сейчас у меня будет к прочтению, насколько быстро я это прочитаю, я не знаю, но супер. Вот. Ну, конечно же, у меня есть еще заказ в буквоеде, который вам тоже покажу, когда он ко мне придет. Вот. Надеюсь, что вам такое видео понравилось, оно было для вас полезным и интересным. Читайте, я считаю, что нужно читать хотя бы страничку в день. Я уж не говорю о главе и я, в общем, обожаю читать, я обожаю читать именно в печатном виде, потому что это это супер. Но в электронном тоже, как вы видите, читаю. Вот. Всех люблю, целую и до новых встреч.